Привет, друзья! Александр Дмитриев – оператор популярного тревел-шоу «Мир наизнанку» и неизменный напарник ведущего Дмитрия Комарова. Его скромная личность меньше известна широкой публике, хотя он снял почти все серии «Мира наизнанку», зачастую рискуя здоровьем и даже жизнью ради эффектных кадров. Александру приходилось ходить и ездить задом наперёд, залезать с тяжёлой камерой на высокие деревья, не бояться опасных животных и мужественно работать даже в больном состоянии. И всё это, чтобы не упустить самые яркие и захватывающие моменты. Более того, неутомимость Дмитриева, его преданность делу и были теми решающими факторами, что связали его и Комарова. Многие люди с интересом смотрят передачу с Дмитрием Комаровым «Мир наизнанку». Однако, наверное, никто не задумывался над тем, кто уже за кадром и осуществляет съёмку, и тем более, наверняка этого человека не видели. Но для начала подписывайтесь на канал, не забывайте ставить лайк. А мы расскажем, кто такой оператор передачи «Мир наизнанку» и с какими трудностями ему пришлось столкнуться во время съёмок. Сегодня немного программ и шоу, которые обыватели с интересом смотрят. Телепроект молодого и талантливого украинского журналиста Дмитрия Комарова «Мир наизнанку» – это одна из самых интереснейших и успешных телепередач о путешествиях. Автор показывает зрителям мир таким, каков он есть на самом деле, и самое главное, практически нет передачи, идентичных этому тревел-шоу. А ведь удивительные кадры и в самых экстремальных условиях снимал именно оператор Александр Дмитриев. Решение создать собственное шоу о путешествиях пришло к Комарову в 2009 году. На тот момент мало кто верил, что очередная передача о путешествиях кого-то заинтересует. К тому же руководство телеканалов не хотело сотрудничать с журналистом, у которого не было никакого телевизионного опыта. Первый сезон программы Комарова был отснят за счёт его собственных средств. Съёмки проходили в Камбодже. Выход был только один – найти деньги, рискнуть и в виде эксперимента снять первый сезон самостоятельно, чтобы показать, на что способен. Так я и поступил, делился Дмитрий. В своём первом путешествии Комаров отснял 350 часов видео. После, в течение двух недель, он смонтировал материал и показал пилотный проект одному из телевизионных украинских каналов. Результат работы превзошёл все самые смелые ожидания. Телевизионщикам сразу же стало понятно, что передача Комарова будет иметь успех. В команде «Мира наизнанку» во время съёмочного процесса работает всего два человека – ведущий и оператор. После приезда на очередное место съёмок, к ним присоединяется местный гид-переводчик, в компании которого они путешествуют. Дмитрий считает, что это самый оптимальный состав команды и в ближайшем будущем не собирается ничего менять. «Такой состав команды даёт нам возможность забраться дальше, а снять и показать больше», уверен Комаров. Первый оператор ушёл из проекта спустя 4 года работы. Он попросту не выдержал командировок, которые длились по несколько месяцев. На смену ему пришёл Александр Дмитриев, который уже на протяжении многих лет работает в паре с Комаровым. Они познакомились в горах на Кавказе. Было это ещё в далёком 2006 году. Дмитрий тогда освещал экспедицию, которая поднималась на Эльбрус. Там Александр Дмитриев снимал для себя виды гор на любительскую камеру. Так они и познакомились. Через время, по окончанию экспедиции, Дмитрий Комаров позвонил Александру Дмитриеву и пригласил его в поездку в Индию. Предложение Дмитрия о работе Александр принял, не раздумывая. Дмитриев мечтал о путешествиях, а всё остальное его мало интересовало. «Я сначала не поверил, что смогу поехать куда-то. Я был в приятном шоке от такого предложения и сразу же согласился», – рассказывает Александр Дмитриев. Комаров сначала тестировал оператора, и происходило это на Трухановом острове. Там был такой экспромт. Комаров выбегал из машины, что-то рассказывал, а моя задача была бегать с камерой за ним и всё это фиксировать. Потом Дима на Дмитриева залез, я ему камеру давал, он там снимал. Вот такие экстремальные штуки. В лесу снимали, дурачились. Потом Дмитрий посмотрел, сказал «всё окей». Поехали, будем пробовать. Поделился Александр. На первых порах оператор совершенно не понимал, каких именно кадров от него ждёт комаров. До того, как прийти в проект «Мир наизнанку», он работал в новостной программе, поэтому специфика съёмок была совершенно другой. На то, чтобы переключиться на стиль мира наизнанку, у Дмитриева ушёл примерно месяц. Только со временем ему стало ясно, что снимать нужно драйвово, энергично, с разных ракурсов. Был сложный период притирки, Александр и Дмитрий постоянно спорили, и даже ругались, пытаясь понять друг друга. Именно тогда в бурных спорах и родился творческий тандем ведущего и оператора. «Мы общались после каждого съёмочного дня и вот так потихоньку притирались, и сейчас я его понимаю с полуслова. Стиль съёмок «Мира наизнанку» выработался годами, только усовершенствовать». Делится своими впечатлениями от работы над проектом Дмитриев. Теперь оба понимают друг друга с полуслова. «Мы с ним даже не говорим на съёмках, не ощущаем в этом необходимости. То есть, когда идёт какой-то рабочий процесс, всё очень ответственно и динамично, мне достаточно посмотреть на него и сделать несколько движений глазами. Саша сразу понимает, что я хочу», – убеждает Дмитрий Комаров. Во время съёмок Александр и Дмитрий работают в экспедициях по 3-4 месяца подряд. В чужой стране мужчинам приходится работать по 18 часов в день, и всё без сценариев и запланированных съёмок, а за плечами они носят по 15 кг съёмочной техники. Всё происходит на месте, и очень часто это полный экспромт и происходит в сложных бытовых условиях. Оператору и ведущему приходится жертвовать комфортом и удобствами ради съёмок интересных подробностей жизни неизведанных стран. «Мы часто живём у наших героев дома, а они не все живут в хороших домах и гостиницах, а некоторые вообще даже не в домах», – уверяет оператор шоу. Зачастую у создателей тревел-программы под конец командировок накапливается усталость, сил уже нет, они измотаны как физически, так и эмоционально, поэтому немножечко друг от друга устают. Это как будто батарейка садится. Бывает, что Александр из командировок привозит на память следы ранений и болезней, так было и на экспедиции к Эвересту. Покорить самую высокую точку планеты для Александра была мечта, которая пока мечтой и осталась. У оператора боль в колене стала настолько невыносимой, что дальше идти он не смог. О том, что рано или поздно закончатся границы и страны, где не бывал мир наизнанку, Александр даже думать не хочет. Он не имеет стопов и не знает границ в своей путешествующей страсти. Счастье оператора тревел-шоу простое, чтобы как можно больше людей открывали для себя мир, мир наизнанку. Саша женат, его жену зовут Ирина Спиридонова. Александр и Ирина познакомились во время работы на тревел-шоу «Мир наизнанку» несколько лет назад. Ира является редактором этой программы. Через некоторое время между ними завязались более близкие отношения. В декабре 2015 года пара сыграла свадьбу. 12 апреля 2016 года украинский оператор Александр Дмитриев впервые стал отцом. Девочка родилась в одной из больниц города Житомир весом 4 килограмма и ростом 54 сантиметра. Александр предложил назвать девочку Алисой, и молодая мама не стала спорить. Комаров на своей страничке в Инстаграм поздравил родителей с рождением дочери. «В нашей семье мир наизнанку – пополнение и настоящий праздник. Я радуюсь вместе с молодыми родителями. Ира и Саша – невероятно красивая пара. Поздравляю их с появлением маленькой Алисы. Я очень люблю эту семью». И позднее он же разместил снимок, на котором он, Александр и его жена Ира гуляют с малышкой. «Мы любим шутить, что Алиса тоже станет путешественницей и поможет нам делать креативные тревел-проекты. Лет через 18». Написал под фото Комаров. После рождения дочери для Александра мир разделился на до и после. Это два разных мира. «Когда был один, мне было всё равно, сколько меня не будет в Киеве. Ты встретишься с друзьями пару дней, отдохнёшь и всё, по сути ничего не менялось. А сейчас по Алисе очень скучаю. Хорошо, что теперь можно связаться с любой точкой мира. Стараюсь звонить семье каждый день, когда в экспедициях есть интернет». Поделился оператор «Мир наизнанку». Ещё до работы с Комаровым Александр много ездил по Украине. Тем не менее, все те места, которые он увидел с Дмитрием, его сильно впечатлили. Особенно оператору нравятся Карпаты. Больше всего Дмитриев любит отдых в палатках возле костра. Дочка уже подросла, и они уже всей семьёй отдыхали в палатке на Дисне под Киевом. В одном из выпусков «Мир наизнанку» героинями программы стали жёны Дмитрия и Александра – Александра Кучеренко и Ирина Спиридонова. Этот выпуск они снимали на острове Джералгач. Это труднодоступное место, и чтобы организовать там отдых, надо потрудиться. Особенно, чтобы доставить туда всё необходимое для комфортного отдыха. Самое сложное для Александра в этом путешествии было не снимать. Чтобы снять этот сюжет, они взяли другого оператора, ведь Александр был в кадре. И Дмитрий часто говорил «У нас ещё есть оператор Серёжа, пусть он снимает, а ты отдыхаешь». Жене Ире больше нравится море, но и с палатками она тоже любит отдыхать. Ведь встречаться Александр и Ира начали как раз после похода в Карпаты. Ира отдыхала там с подружками, а Александр с друзьями, а потом все сошлись вместе и продолжили свой поход. Вне командировок Комаров и Дмитриев не часто общаются, семьями не встречаются. У всех семьи, у Дмитрия работа, у Александра тоже какие-то съёмки появляются. Скромный, застенчивый и невероятно спокойный при любых обстоятельствах Александр Дмитриев всегда за кадром лучшей тревел-передачи Украины. Но тяжело поспорить с тем фактом, что мир наизнанку мы видим его глазами, через объектив камеры. Друзья, давайте пожелаем путешественникам каждый день открывать что-то новое и необычное для себя. Всегда верить в свои силы и удачу, покорять все точки мира и добиваться громких побед.